Привет, друзья! В этом видео не будет никакой тягомотина. Да, видео будет длинным, но все оно будет полезным. Я расскажу, как сделать умный дом действительно за копейки. И в масштабах большой двухкомнатной квартиры у меня ушло не более 30 тысяч рублей. При этом все приборы управляются из любой точки мира, голосом, через Алису, через приложение. У меня абсолютно все умные бытовые приборы, сам включается свет и так далее, и так далее. Я расскажу, как это реализовать, где это купить и как это работает. Надеюсь, будет интересно. Что ж, друзья, как вы видите, устройств достаточно много, и это даже не 50%. И начнем мы, конечно же, с умных выключателей. Они у меня выглядят вот так. Я долго переживал насчет того, что они сенсорные, и да, действительно, привыкнуть к таким сложно. Но когда я после увидел, как выглядит кнопочные, например, от Агары, и как они щелкают, мне это вообще не понравилось. И в целом я убедился, что такие выключатели вообще тема. Сдаются они также и на Алиэкспресс, также и вот я от Изи Теч купил на Азон. В общем, ценники от 500 рублей. Грубо говоря, если он, например, на одну кнопку, до там полутора тысяч, например, если он на три кнопки, такие у меня здесь тоже, как вы видите, есть. Также даже у меня есть большой выключатель, который как бы на две секции, при этом он тоже трехкнопочный. Но я заменил обычный на умный. Было две розетки, и пришлось экспериментировать. В общем, сейчас покажу, как это выглядит. Кроме того, у меня еще умный диммер. С ним все куда интереснее, сейчас тоже покажу. Итак, блоки выключателей выглядят примерно так. Они абсолютно как обычные выключатели. Ну, можно сказать, ничем не отличаются. Устанавливаются в стандартные подразделки и имеют в комплекте еще суперконденсатор. Суперконденсатор нужен для того, если у вас нет нулевой линии к проводке, то его нужно будет повесить в первую лампочку. Подсоединить для того, чтобы лампочки не мерцали. У меня как раз нулевой линии не было, поэтому мне пришлось установить суперконденсатор. В целом, данные выключатели можно поставить уже и на готовый ремонт, то есть снять обычный выключатель и поставить вот этот, либо, как я, делать новый ремонт. И изначально закладывать вот такую идею. Хотя чего-то такого электриком говорить вообще не стоит, потому что работает все абсолютно как обычный выключатель. Да, конечно, эти выключатели зависят от сети Wi-Fi, но с точки зрения работы как обычных выключателей проблем никаких. Например, сейчас у меня нет Wi-Fi, ну допустим, и они будут также работать и включать или выключать свет. Видите, я еще не с первого раза привык их выключать, ну чтобы было быстро и с первого раза получалось. Хотя технически даже мокрые руки все вполне нормально работает. Видите, сейчас специально намочил руки и попробую включить что-то. Кроме того, я реализовал идею умного диммера. Почему я вообще сделал диммер? Потому что я знал, что по моей задумке, по дизайн-проекту, свет будет слишком яркий, и в вечернее время мне его будет, ну, перебор, так сказать. По итогу я просто нажимаю вот так пальцем на включение, и у меня включается подсветка рейк вот таких. Я могу диммером увеличивать или уменьшать яркость. Просто сдержав, или нажимая несколько раз. Это не критично. Как вы видите, света достаточно много. Если бы я не сделал диммер, то так, наверное, жить было бы некомфортно. Диммер, да, достаточно большой, потому что ему нужно диммировать постоянный ток, при этом диодная лента не должна вырубаться. Это вот такая большая штука, все будет скрыто в мебели. Но смысл примерно такой. Выключатель. Все это дело идет в диммер. И из диммера по потолку спрятано вот здесь, и из стены идут лампочки. В целом, все также управляется голосом, потому что выключатели умные. Добавлять их нужно достаточно просто. Нужно лишь задержать клавишу на одном из выключателей. Они заморгают, и вы сможете их добавить в приложение Smart Life. Все предельно просто. После того, как выключатель появился в приложении, вы можете управлять им удаленно, управлять голосом, да как угодно. Например, так. Алиса, выключи рейки. И все, свет у нас нет. А вот таким образом вы видите двойной выключатель. И тут как бы он абсолютно такой же на три кнопки, как и обычный маленький тройной. Просто занимает больше места. Иногда это нужно, потому что вы так сами запланировали. А иногда это нужно, потому что у вас изначально был большой выключатель, и нужно его заменить на умный. И не хочется оставлять какую-то непонятную дырку или закрывать ее обойной. Ватность 1000 ватт, поэтому проблем никаких не будет. Причем на одну группу все это дело действительно корректно работает. И в комплекте есть простая инструкция. По крайней мере на тех гаджетах, которые я покупал в EasyTech. Тут все максимально подробно объяснено. Как подключать, если у вас есть 0, как подключать, если нет 0, как вообще правильно синхронизировать с приложением. В общем, все по-русски. Поэтому, если вы опытный человек, можете покупать на Алиэкспресс. И, в принципе, ну, наверное, не потеряете, а только и сэкономите. Главное, что доставили нормально. Но если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы хотите гарантийку нормальную, ответ производителя и вообще инструкцию на русском, то тут лучше выбирать каких-нибудь местных поставщиков, так сказать. Соответственно, управление абсолютно всем светом, абсолютно всеми приборами происходит через Алису, через умный дом и через приложение Smart Home. Там, где вам удобнее. Например, я могу сказать, Алиса, выключи центральный свет в гостиной. И выключаются центральные лампочки. При этом другие продолжают светить. Или я говорю, Алиса, Алиса, выключи крайний свет в гостиной. Собственно, выключилось все. Например, вот у нас кухонный гарнитур. Алиса, выключи подсветку гарнитура. Подсветка гарнитуры выключена. Все абсолютно управляется голосом. Но самое интересное и крутое совершенно не это, а копеечный мастер-выключатель, который я придумал. Собственно, как это выглядит. Вот прихожая. Вот косяк прихожей. Вот мой маленький мастер-выключатель. Да, он абсолютно зависит от Wi-Fi. Да, в этом плане он не функционален. И если не будет сети или не будет оплачен интернет, извините, он работать не будет. Но если все в порядке, то я сэкономил на этом, ну, порядка пары сотен тысяч рублей на проводке, как минимум. В этом выключателе вы можете назначить различные сценарии и назначить разные функционалы кнопок. Возможно, короткое нажатие, длинное нажатие и двойное нажатие. То есть, по факту, на две кнопки шесть различных вариантов его работы. И вот важный момент. Я собираюсь уходить. И мне нужно выключить свет во всей абсолютно квартире. Горит абсолютно все. И вот здесь, и вот здесь, и так далее. Да, я могу сказать Алисе, чтобы она выключила свет, но мне нужно говорить. А я-то ленивый. Поэтому я просто иду, нажимаю одну клавишу. И весь свет абсолютно выключается. Ну, это ли не чудо? Вариантов разные есть. Вы можете сюда подвязать кондиционер. И, например, будет включаться все, а выключается кондиционер. Выключаться не все, включаться что-то другое. В общем, можно привязать таким образом, что, например, при нажатии на эту кнопку будет включаться чайник и песня о Шепе Маха. Вообще, что хотите. И это клево. Заговорили о свете. Не все должно быть умным. Но иногда это может быть полезным. Например, маленький хостблок. Я открываю. И здесь датчик движения. Маленькая лампочка. В ней встроен датчик движения, освещенности. И он включает свет. Ребят, стоит такая штука, ну, не соврать, рублей 400. Крепится вот на таких магнитах. То есть, магниты я приклеил на двусторонний скотч и вешаю лампочку. Заряжается от обычного мини-USB старинного. Все, проблем никаких. Соответственно, у меня всегда есть доступ ко всем моим рабочим группам. Какие они тут говорить смысла не вижу. Все разделено максимально четко. И это не совсем тема умного дома. Или, кстати, да, мы в этом видео еще дойдем до умных всяких вещей. А не света, приборов или чего-то еще. Но, например, посудомойка. Она здесь тоже умная и тоже имеет модуль Wi-Fi. Соответственно, мы можем загрузить посуду. Назначить сценарий на то, чтобы посудомойка включалась тогда, когда я ухожу из дома. Ну, например, я загрузил, но мне бесит, как она моет. Мне не нравится звук или я вообще никуда не тороплюсь. Я иду в сторону выхода, нажимаю вот эту кнопку, выключается весь свет и включается посудомойка. Как вам такое? Если вы хотите получить подобный функционал, но у вас нет желания менять выключатели и сильно тратиться, вы можете купить вот такие небольшие релюшки. Штука достаточно интересная. Выглядит данный реле примерно вот таким образом. И они просто вставляются, так сказать, в сеть перед диодной лентой, перед каким-либо прибором и так далее. В них есть модуль Wi-Fi. И нажимая кнопку, вы также его, грубо говоря, определяете как умный выключатель. И такие релюшки вместе с датчиками движения, о которых я еще не говорил, расскажу сейчас, дают очень интересный сценарий. Например, я открываю санузел. И свет включается автоматически. Вот он только что включился, я не торопился. Причем свет включается не основной, не вот эти лампы, а включается именно слабая подсветка. Да, на видео она достаточно сильная, на самом деле она не такая сильная. Чтобы мы ночью могли зайти в туалет и в целом нас не слепило. При этом это все происходит в автоматическом режиме с помощью вот таких вот двух датчиков движения. Я не стал тратиться на датчики освещенности, а взял просто датчики движения. В этих датчиках всего лишь одна маленькая розетка, они крепятся на двусторонний скотч, не имеют какого-то вообще сложного управления. Также при нажатии длинным на кнопку устройство появляется в приложении Smart Home, вы его добавляете и пишите тот или иной сценарий. Например, у меня сценарий выглядит так, что если на данных датчиках будет видно движение, включить данную подсветку. Но если движения не будет одну или две минуты, выключить подсветку. Соответственно, если я отсюда иду, свет выключится спустя пару минут. Эти датчики можно настроить на абсолютно любые сценарии, связанные с погодными условиями, с нахождением человека, с временем суток. И сейчас, пока я это тестирую, подсветка включается всегда. То есть всегда, когда я захожу. В будущем же все будет гораздо проще. Подсветка будет включаться только в вечернее время. И, соответственно, днем она не нужна. Днем либо тут светло, либо я включу свет сам. А вот ночью, в сонном состоянии, мне такая подсветка не помешает. В другом санузле я не стал сильно заморачиваться и купил просто переносной датчик. Переносной светильник с датчиком освещенности и датчиком движения. Если свет есть, он не включится. Если света нет, вот я подошел, он определил, что в комнате темно. Определил, что есть движение, что я иду и включил подсветку. Причем на зоне такая штука стоит буквально 1000 рублей. Крепится она на магнита. Можно вверх ногами, можно как угодно. Соответственно, тоже без проблем заряжается с помощью проводка. Имеет автоматический режим, постоянное включение или постоянное выключение. Либо определение по датчикам. Соответственно, когда опять-таки во втором санузле я захожу в туалет, унитаз у меня освещен. И я не переживаю за то, что я могу промахнуться. С точки зрения спальни я особо не заморачивался. И у меня здесь обычные розетки с обычными выключателями физическими. Включаю и свет загорелся. Вот, ну не вижу смысла я кричать Алису, чтобы она выключила свет. Если я лежу на кровати, мне нужно всего лишь нажать одну клавишу. Ну и также, почти в каждой комнате. И в санузлах особенно у меня есть вот такие датчики. Это датчики температуры и влажности. Пришли мне 4 штуки, я заказывал их на Алиэкспресс со средним ценником рублей в 400-450. Но таких аналогичных товаров очень много и на Азон, как я говорил, где есть поддержка и как таковая гарантия и возможность возврата. Если бы что-то не работало на Алиэкспресс, то я это вернуть, ну, вряд ли смогу, либо это будет очень трудно. Поэтому и в Изи Тэч можно посмотреть, и на Алиэкспресс посмотреть. Выглядит это примерно вот так вот. Они бывают в разных форм-факторах. Черный, белый, квадратный. Мне понравился вот такой. Данное устройство также работает на протоколах либо Wi-Fi, либо Zigbee. Так как у меня выключатели на протоколах Wi-Fi, я их взял тоже с модулем Wi-Fi. Внутри идут обычные маленькие батарейки. Кстати, в комплекте их нет, пришлось покупать отдельно. И как только вы их вставите, вот так вот загорится экран. Также стоит обратить внимание, что есть кнопка для соединения. Вот эта кнопка, и когда вы будете делать длительное нажатие, они определятся в программе Smart Home. И вы уже сможете наблюдать за всеми показателями со смартфона и настраивать какие-то либо сценарии. Я их только включил, они показывают еще разные показатели и приходят в норму. Также здесь видно, насколько хорошо работает сеть и, соответственно, какой заряд батареи. По заявлениям производителя, батареи хватит примерно на один год, а то и больше. Ну, вопрос, конечно, батарейки, насколько она качественная. Кроме того, в комплекте идет естественная инструкция, хотя там, ну, нечего читать. Не знаю, есть ли инструкция на русском. Скорее всего, в китайской версии тут вообще ничего на русском нет. А опять же, если купите где-нибудь на Озон, то ребята, может, переведут. Но сложно бы тут вообще ничего. Ставили батарейки, все заработало, нажали кнопку и законнектились. В комплекте идет 3М-скотч, который клеится к обратной стороне. И мы их сейчас установим в разные комнаты. Соответственно, два санузла у меня будут с такими датчиками, чтобы включалась вытяжка. И, соответственно, две комнаты. И да, кстати, важный момент. Если вы будете переживать, что у вас сильно поцарапанное стекло, оно не поцарапанное. Это просто пленка, которую нужно снять. Кстати, пока сам снимал обзор, обнаружил здесь небольшой срез. Хотя он был незаметен и раньше. Но с помощью него вы сможете вот так поставить датчики просто на стол или на какую-нибудь поверхность. И все будет очень хорошо видно. И не нужно никуда клеить и портить стены. Это тоже хороший вариант. Думаю, в спальне я сделаю именно так. Собственно, первое место для крепления датчика выбрано. Решил прикрепить его где-то здесь. Наклеил двусторонний скотч. Выбираю уровень. И прислоняю аккуратненько, чтобы не ошибиться. Оп. Все. Он закреплен достаточно надежно. И в целом не занимает много места и выглядит достаточно эстетично. Кстати, если вы переживаете, как менять батарейки, если он приклеен. Приклеена крышка. Все предельно просто. Взяли, сняли, поменяли батарейки. Обратно вот так вот подставили. Главное попасть. И закрутили. Все. Он висит вообще беспроблемно. И вот как раз в этот момент и начинается связь умных датчиков с умными выключателями. Про которые я уже рассказал. Как это происходит? Как только датчик определяет влажность повышенную. Я ее указываю сам. Например, это 70%. То есть, я, например, намылся. Большая влажность. Чтобы не появлялась плесень, нужно все проветрить. Мне не нужно самостоятельно включать вытяжку. Она включится сама. Как это происходит? Датчик через приложение Smart Life подает сигнал на умный выключатель. Покажу наглядно, как это пока без датчика. Алиса, включи вытяжку в ванной. И вот как вы видите, вытяжка заработала. Точно такой же сигнал, только не моим голосом датчик подаст на выключатель. Соответственно, когда влажность нормализуется, датчик подаст сигнал выключить вытяжку. Я же сейчас опять это сделаю вручную. Алиса. Алиса, выключи вытяжку в ванной. Таким образом и работают умные датчики. В гостиной комнате дела обстоят немного по-другому. Датчик, например, приделан на стене или спокойно стоит на столике. И также имеет свои показатели температуры и влажности. Сверху сплит-система инверторная, которая поддерживает ту или иную заданную температуру. Также она может воздух осушать. Соответственно, если здесь будет все дело не в норме, например, влажность слишком повышенная, чтобы воздух осушить, или наоборот, температура слишком жаркая, то кондиционер включится самостоятельно. В моем же случае это тоже может работать от голоса. Алиса, выключи кондиционер. Кондиционер выключен и больше не работает. Вот сейчас я зажал вот эту кнопку сверху и сеть стала моргать. Значит, датчики перешли в режим сопряжения. Дальше нам нужен наш смартфон. И как только я зашел, приложение Smart Life датчик уже появился первым в списке на экране. И вот он называется HS03. Мы уже с ним соединились. И он показывает текущую температуру 26,3 градуса и 39,4 влажность. Собственно, здесь можно все отслеживать по дням недели. Достаточно большой функционал. Нам его нужно переименовать. Нажимаем кнопку для переименования. И просто пишем. Датчик температуры. В скобках. Ванная. Подтвердить. Все. У нас появился датчик температуры в ванной. Вот так все это просто. Кроме того, здесь есть настройки. Можно сделать оповещение, например, по температуре. Когда она слишком превышена, можно включить. И вам придет сообщение на смартфон. Минимальное и максимальное. Следом можно создать умный сценарий, про который я говорил. Делается тоже просто. Нажимаем плюс. Создать сценарий. И дальше выбираем пункт при изменении статуса устройства. Выбираем датчик температуры. И, например, здесь пишем. Текущая влажность. 70%. Более. Более 70%. Если датчик температуры имеет влажность более 70%, тогда... И тогда. Изменить режим постановки. Запустить устройство. Запустить устройство. И выбираем, естественно, ванную. Выбираем вытяжку в ванной. Включить. Сохранить. Далее. Сохранить. Все. Автоматизация создана. Начать ее использовать? Да. Вот так просто и понятно. И следующий пункт наших умных устройств. Это достаточно интересный сценарий. С датчиком открытия двери. И датчиком движения. Почему их нужно два, сейчас расскажу. Датчик достаточно компактный. Вмещает в себя две батарейки. Компактных маленьких. 3А, если не ошибаюсь. Ну да. 3А. И вот такой еще один сенсор. Соответственно, на стене будет выглядеть примерно вот таким образом. На устройстве есть вот такая маленькая кнопочка. Именно она нужна для сопряжения. Подержав ее несколько секунд, устройство перешло в режим сопряжения. В комплекте вы, конечно, найдете два двусторонних скотча для того, чтобы датчик приклеить. Чем мы сейчас и займемся. Заходим в приложение Smart Life. И устройство сразу само предлагается. Вот настолько это просто. Нажимаем добавить. Подсоединяемся к сети Wi-Fi. Происходит добавление. Это занимает некоторое время. Как правило, несколько секунд. Иногда доходит до нескольких минут. В среднем секунд 30. Все, устройство подсоединено. И сразу говорит о том, что дверь открыта. Мне пришло сообщение. Соответственно, как только я приложу его к другому датчику. Дверь будет закрыта. Как мы видим, здесь видно, что совсем недавно, буквально одну минуту назад, был сигнал тревоги. И если я снова уберу датчик, то произойдет новый сигнал тревоги. В целом, все предельно просто, понятно и наглядно. Хотя все думают, что это что-то сложное. Как вы видите сейчас, устройство закрыто. И датчик находится на картинке рядом. Как только дверь открывается и датчик отдаляется, сразу же происходит включение и сигнал о том, что дверь открыта. Это можно использовать в каких-то своих целях с точки зрения безопасности, если вы боитесь, что кто-то придет без вашего разрешения. Но у меня на этот счет немного другая идея. Сам прибор выглядит достаточно компактно, но у меня получилось не так, как обычно. Чаще всего большой блок с батарейками крепится именно на косяк. А маленький открывается с дверью. В моем случае за счет фасада так сделать, к сожалению, невозможно. Либо выглядит некрасиво, либо еще какой-нибудь косяк. Поэтому в моем случае это выглядит примерно вот так вот. Датчик открылся. Датчик закрылся. Ну и в масштабах дверей действительно очень неплохо. Датчик движения абсолютно аналогичнее. Вставили батарейки и нажимаем кнопку длительное нажатие, делаем, чтобы пошло соединение по Wi-Fi. Сделали соединение, лампочка заморгала, можно добавлять. Собственно, датчик движения я повесил где-то здесь. Думаю, что это самое правильное место, так как когда я собираюсь, он меня видит. Но когда я вхожу и открываю дверь в этот момент времени, здесь движения нет. Вроде бы все логично. А подсветка вот, она будет такая лайтовая. И после я еще, наверное, запитаю все это дело на освещенность. То есть если светло, вообще не надо включать. Соответственно, давайте проверять. Теперь я захожу, срабатывает датчик. Датчик улавливает, что я зашел в квартиру. И подсветочка уже включилась. И она выключится через определенное время, которое я настроил. Все предельно просто. Вот у нас датчик настроен. Я его сейчас держу в руках, поэтому видно, что человек двигается. И он говорит о том, что есть движение. В настройках мы можем также настраивать уведомления. Смотреть уровень заряда. Ну и, естественно, можно настраивать определенные сценарии. Что я сделать и хочу. Итак, давайте создадим сценарий. Когда мы заходим в квартиру, датчик открытия дверей включает свет в прихожке. Вроде бы все просто. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я ухожу из дверей, свет тоже включится. А меня это напрягает. И я излазил огромное количество формов и не нашел ничего толкового. Все пишут. Ну и ладно, пусть включается. Все равно через минуту, например, он выключится. И я решил задействовать датчик движения и сделать вот такой сценарий. Нажимаем плюс. Создать сценарий. Первое. При изменении статуса устройства выбираем контакт-сенсор, то есть датчик двери. Датчик двери включен. Если датчик двери включен. И добавляем еще одно условие «Если». Если при изменении статуса «Датчик движения» состояние пассивного ИК никто не прошел. Тогда запустить устройство. И здесь выбираем прихожая. Подсветка. Он. Дальше выбираем на какое количество времени. Подсветка у нас номер два. И здесь выбираем, например, несколько минут. Можно поставить. Давайте вот так вот таймером поставим. Соответственно, нажимаем «Сохранить». Автоматизация «Использовать». Суть в чем? Если я зашел в квартиру, значит в квартире меня нет. И датчик движения не должен определить движение. Соответственно, свет включится. А если же я покидаю квартиру, то я двигаюсь в квартире. И если датчик движения увидит движение, даже при открытии двери свет он не включит. Давайте еще раз попробуем это сделать. Добавить сценарий еще один. При изменении статуса устройства, если датчик двери будет включен. И если датчик движения в состоянии пассивной в ВК движение есть, тогда запустить устройство. Прихожая. Свет. Подсветка. Выключить. Ведь бывает такое, что вы хотите умный дом, но у вас все устройства без Wi-Fi. Не умные. Но вы хотите сделать умными. И тут есть решение. Выглядит оно вот так. Универсальный умный ИК-пуль. Я его взял тоже в Изитэдж. Есть много вариантов. Есть официальный от Яндекса. Он стоит что-то в три дорого. Причем это аналог Агары, который стоит либо столько же, либо даже дешевле. Есть вариант Агаровский. Есть вариант чисто Алиэкспрессный. В общем, вариантов куча. И вот так симпатии, что он выглядит. Маленький красивый кружочек. Ну, собственно, насколько маленький, каждый решит для себя сам. В комплекте будет провод. И, конечно же, инструкция подробная. У каждого производителя по-разному в китайце будет, естественно, китайская. Здесь же чуть подробнее можете почитать, как включаться к Wi-Fi и так далее. Так в чем же его прикол? Например, вот этот пылесос. Он у меня умный. Подключен также через Smart Life или через какое-то другое приложение. И если я скажу Алис, включи пылесос, то он возьмет и поедет. Главный вопрос в том, что может быть у вас уже есть пылесос и у него просто обычный пульт. Он не имеет Wi-Fi. Например, вот телевизор, еще не доделанный ремонт. И он тоже, точнее как. Он-то у меня умный и имеет Wi-Fi. Но проблема есть в чем. Если он будет подсоединен к Яндекс.Станции и работать от нее напрямую, там будет проблема с включением его. Потому что он работает правильно не совсем так. Если мы будем его подсоединять просто, то есть через приложение, как я и сделал, с помощью LG Sync, это отдельная тема, то он-то его выключает, когда есть Wi-Fi. Но когда телевизор выключен, он не раздает Wi-Fi. И, естественно, приложение Smart Life или там Умный дом с Алисой просто не может его включить. Или у вас, например, в отличие от меня, обычный кондиционер, который вы купили несколько лет назад. Он не умный и вообще не поддерживает Wi-Fi. И это устройство можно сделать за копейки умным. Нужно всего лишь включить и настроить данный Умный пульт. Кстати, блока в комплекте здесь нет, и вам придется покупать его отдельно. Это, конечно, плохо. И как только вы его включили, вам нужно сделать абсолютно то же самое, что я говорю все видео. Найти кнопку и подержать ее достаточно долго, не меньше 5 секунд. И кнопка здесь находится вот здесь. Нажимаем. И держим. Дальше все абсолютно по аналогии. Устройство необходимо добавить в приложение Smart Life. И сделать это достаточно просто. В первую очередь оно может само появиться. В данном случае пульт не появляется, и нужно добавить его самостоятельно. Нажимаем плюс. Добавить устройство. Далее. В категории «Другое» мы находим универсальный пульт дистанционного управления Wi-Fi плюс Bluetooth. Подсоединяемся также к нашей сети. Убеждаемся, что индикатор моргает. Для этого, ну, собственно, я говорил, нужно нажать и подержать. И после того, как устройство заморгало и перешло в режим сопряжения, вам нужно нажать кнопку, что я убежден, что он моргает. Да, вот у нас индикатор появился. И мы его пытаемся обнаружить. Все, устройство добавлено, и нам необходимо назвать его «умный пульт». Так и назовем «умный пульт». Устройство добавлено, и теперь мы можем добавить к «умному пульту» любое устройство, которое изначально было неумным. Я буду добавлять телевизор для удобного управления. Выбираем телевизор LG. Нажимаем кнопку «включить». Пульт подает сигнал, и телевизор включается. Но чтобы это все дело было еще удобнее, заходим в «умный дом с Алисой», где у меня огромное количество устройств по комнатам, и если их все посмотреть, а добавляются еще не все, а многие есть в Smart Life отдельно. Ну, как вы видите, устройств у меня много. Нам необходимо зайти в «плюс», «устройство умного дома», и обновить список в Smart Life. Собственно, таким образом, пульт определился уже самостоятельно в приложении «умного дома», и мы здесь пишем «телевизор». Потому что пока у нас определился только телевизор. Сам «умный пульт», как модуль, не определяется. Определяется лишь то, что мы добавили в приложение Smart Life. Выбираем его местонахождение, выбираем гостиную, нажимаем «сохранить», и завершаем настройку. Что ж, «умный пульт» настроен, телевизор выключен, и теперь нам нужно его включить. Алиса, включи телевизор. Алиса, включи первый канал. Канал переключился, проблем никаких. Алиса, выключи телевизор. Главное, понимает, чтобы устройство было в досягаемости данного пульта, потому что все работает через инфракрасный порт. Но, думаю, с этим проблем у вас не возникнет. В датчике протечки я вообще вдаваться в подробности не буду. Делается все абсолютно так же, как я и рассказывал о каждом гаджете. Просто зажимаете кнопку, подсоединяйтесь, и вот если два контакта будут замкнуты, то вам придет оповещение о том, что у вас потоп. Также можно настроить сценарии, такие как, чтобы, например, Алиса кричала, что у вас потоп, выключила, например, все фильмы, музыку и сказала, что нужно срочно бежать. Но, если у вас есть лишние деньги, я пока сэкономил, вы можете поставить на данные экраны автоматические такие приборчики, которые также соединяются по Wi-Fi до Зигби. И как только датчик обнаружит протечку, он даст сигнал данному датчику, и датчик перекроет воду. Все просто, понятно, очень удобно. Кстати, вот так выглядит Зигби Хаб. Что-то похожее на роутер, только компактнее и меньше. Что ж, и уже в процессе монтажа мне хочется добавить пару слов о сценариях. Как вы понимаете, каждое устройство добавляется в приложение Smart Life. И если они находятся в приложении в одном, то есть Tuya со Smart Life дружить не будет. Но если все, например, находится в том или ином приложении, то вы сможете делать крайне грамотные умные сценарии. Например, нажатием одной кнопки, включить что-то одно и выключить что-то другое. При этом стоит заранее понимать, что если устройство коннектится с другими приложениями, то есть, например, кто-то коннектится с Tuya, кто-то Smart Life, а кто-то еще с чем-то, то, возможно, умные сценарии будут работать некорректно. Или умные сценарии будут работать только через умный дом с Алисой, но не все устройства туда добавляются. Поэтому для того, чтобы все было идеально с первого раза, желательно выбирать такие устройства, которые добавляются в одно и то же приложение. И, как правило, это написано в описании. Ну и последняя тема умного дома – это всякие умные устройства, которые вы можете использовать, например, в детской. И это вот прикольный проектор, который я купил тоже на Азон. Стоит он адекватных денег, и при этом он полностью управляется с приложения. Вы можете включать его Алисой. Он полноценно умный, имеет Wi-Fi, также коннектится в приложение Smart Life, в общем, ничего нового. Но главная фишка этого проектора – звездное небо. И как оно выглядит, вы сейчас видите. Выглядит это просто колоссально круто. Да, я, может быть, немного порандомнее бы сделал звездочки. Кстати, они отключаются, если нужно. Но выглядит это действительно очень круто. Что ж, друзья, надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если это так, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте писать в комментариях, если что-то не поняли, постараюсь ответить каждому. До скорой встречи.